Дорогие друзья, всем привет! Давненько не выпускал никаких роликов, никаких видео не было, потому что отдыхал, в отпуск уезжал, но подготовил, фактически 4 ролика для вас подготовил про ремонт автомобилей, и сегодня мы будем с вами делать Chevrolet Corvette. Вот этот автомобиль стоит уже месяц, точнее, ну, притащили, меня не было, я был в отпуске, он месяц ждал моего возвращения, потом еще в своей очереди, в итоге в бокс его загнал, наконец-то, у нас что тут, автомобиль не заводится, просто не заводится, просто меняли уже аккумуляторы на нем, что-то вроде много чего меняли на нем, и вроде он как бы пытается схватиться, но нет там запуска в итоге никакого, что-то щелкает, но ничего не происходит. Сейчас я аккумулятор просто оставлю на зарядку, потому что он фактически разряжен, прям в нулину, какого года, я не знаю, но этот вроде как типа под 500 сил сделанный, у меня даже модель настолько разряжен, что даже не открывается. Сразу предыстория, автомобиль, стоял на улицу, аккумулятор сел, все было закрыто, как я ее открыл? Рассказываю, смотрите, вот здесь вот, видите фишка, вот фишка на открытие, вот эта фишка на открытие бензобака, вот он, лючка, сюда воткнул аккумулятор, плюс-минус, обычный маленький аккумулятор, ну там где-то стоит, короче, маленький обычный аккумулятор, типа дополнительный Mercedes, плюс-минус в эту фишку смог открыть дверь, потом чуть погодя, ну когда дверь откроется, я уже покажу, чуть погодя, потом уже открыл дверь, покажу где находится тросик, вон там вот внизу в ногах находится тросик на переднюю часть, точнее, ну типа как капот, короче, багажник, да, она и пластик, и вот аккумулятор, ну дальше уже прикурка, и можно уже сзади открывать. Вот здесь вот внизу находится, вот тросик такой, неудобно, видите, вот кругленький вот этот вот, вот этот тросик, за него дергаете? Ну, после того, как вы открыли дверь через разъем, который он там внизу, дергаете, у вас поднимается передняя часть, ну типа капот, багажник, аккумулятор, вот тут пластик, вот аккумулятор, заряжаете, уже можно потом сзади открыть, сейчас у меня аккумулятор уже немножко подзарядился, кстати, вот они кнопки по открытию, перед, зад, да, все-то щелкнуло сейчас, аккумулятор подзарядился, немного, все, попробуем, сейчас, зажигание включить, заметьте батарейку в ключе, говорит, так, блин, ну завести, ну вряд ли получится, а ну-ка попробуем, вряд ли, потянет, не, не потянет, а кум, короче, долго будет заряжаться, тут какие-то, блин, проблемы с ним, ну, то есть, прямо он очень долго стоял, не, нет, нет, надо заряжать больше, или другое найти, точно, новую поставить, прямо уже и все, для того, чтобы открыть двери, вот такой аккумулятор вполне годится, у меня он стоит такой обычный подменный, ну, как подменный, попробовать, проверить, по тесте, 12 вольт дает, нормально, вот, им я и вот этими проводами открывал двери, а, это Corvette Plain Black, тип двигателя LT2, 6,2 литра, нормальный, кстати, мотор, я думал, какой-то лайтовый, оказывается, нет, мощный, мощный, так, аккумулятор, конечно, подсел, ну, попробуй одну из-под сделать, потому что ланч, вроде бы, не моргает, а четенько прям горит, видимо, там, вольт 11 есть, а, пишет, что нет, 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 есть должно быть, 9 вольт есть, ну, уже хорошо, блин, вряд ли, конечно, сейчас что-то получится у нас, ну, потестируем. Такое количество, смотрите, болтов и гаек, можно собрать какой-нибудь один мини-автомобиль, я не знаю, маленького размера, старый какой-нибудь, француз, старый найти пока не могу, я его даже не вижу, мало того, что я его не слышу, он вообще не щелкает никак, то есть, я слышу, что-то щелкает, но не могу понять, откуда, руку засунуть негде, на таком подъемнике смысла вообще работать нет, нет, ну, блядь, короче, невариант, ни хрена, потому что лапу я подставил вот туда, защита крепится, короче, так по кругу, короче, вообще не вариант тут работать, тут такой подъемник, это полное говно, нужен обычный нормальный подъемник, но единственное, что заметил, это вот, это вот приводной ремень менять очень удобно, даже окошко для него сделали, видите, вот этот вот снимается пластиковое, вот приводной ремень, компрессор там вот висит, тут генератор у него там вот висит, ремень в воде на месте. Ребята здесь работают, подзаебали, конечно, вот эти вот шумят там, что-то пилят, что-то сверят, короче, невозможно работать, невозможно снимать. Резко бросаются в глаза вот эти вот мозги и вот эта вот полоса как будто водяная такая, вот так вот, вот с этой стороны тоже. Надо снять, наверное, сколько тут болтов, как вы думаете, сколько тут? 21 и 22. Снять этот, это пластик причем, это даже не металл, это пластик. Проверить, посмотреть на всякий случай. Ничего ли не подлило, не залило. Какая красота, да, ребят, смотрите, как красиво все. А по фэн-шую. Трубки соединительные, конденсат, компрессорные трубки, блин, охлаждение на печку, смотрите, как все идет. Ну, достаточно удобно, можно сказать. Так, видите следы? Вот такая вот, такая полоса. Это что, по-вашему? Я думаю, скорее всего, водичка была. А вот блок управления. Я не думаю, что это БСМ, скорее всего, это блок управления двигателем. И есть следы ржавчины легкие. У меня все равно мозги сейчас отключены, точнее, тачка обесточена. Думаю, мозги снять, ну, проверить на всякий случай. Потому что для того, чтобы добраться до стартера, мне нужен обычный подъемник. Ну, пока не заняты, ну, будем, значит, пока проверять то, что проверяется. И, кстати, еще. Защита у него усеяна вот такими вот головками. Это типа вроде R-ки. И что у меня такой головки, кстати, нету? Я даже по всему сервису походил, ни одной головки такой нет. Типа 12-я или 13-я. Ну, жду, пока инструмент принесут, головку найдут заодно. И вот, пока принесут, проверим блок. Ну, тут все герметичненько, нормально все. Ну, на всякий случай, так сказать, проверил. Ну, вот стартер, кстати, располагается где, сейчас покажу. Вот он, сам стартер. Вот питальник, ну, подходящий. Видно, все ржавое. Но в раз до него и не могу. То есть, мне мешает как раз-таки вот эта вот лапа. Так, вот идущая. И, ну, короче, ладно, блядь. Что, блядь, делать, нахуй? Ждать, нахуй, пока нормальный подъем не дадут. И можно будет нормально поработать. Ну, это удобно, кстати. Это удобно, что защиту снимаешь, как на BMW. Знаете, на BMW, по-любому, кто снимал, знаете. Защиту снимаешь, вот сразу стартер. Ну, это, блин. Я думал, сейчас там, может, придется, как, знаете, на Porsche. Кто не видел ролик про Porsche, посмотрите там. Чтобы снять стартер, надо было вывалить мотор с коробкой, снять пушечной коллектор и забраться только до стартера. Пацаны, ну вот, снял защиту. Смотрите, вот провод, идущий на втягивающей реле. Питание. Ну, вот провод, идущий. Видно же, да, наверное? Видно, да? Вот провод, идущий. Постоянный плюс. И сейчас проверяем. Просто посмотрим, что у нас питание есть. Вот сейчас вот так вот. Аккумулятор не подключен. Помню, сейчас получается, ну, бортовая сеть живая. Втыкаем. Артур! Запускай! Питание есть. Все! Сейчас еще раз. Сейчас берем. Артур, сейчас еще разок. Нагрузочная лампочка. Проверяем под нагрузкой. Давай, стартуй! Проверяю. Хорош! Все, вырубай. Все, да? Да. Короче, как вы поняли, питание приходит. Стартер вроде как не геморройно стоит. Вот тут вот одно крепление у него. Просто крепление раз. И вот два винта. И здесь стартер снимется. И попробуем его запустить здесь на столе. Ну, как на столе. На полу на столе отпускача обычного. От обычного аккумулятора. Вот это вот надо почистить обязательно. Но это после того, как мы, конечно, все это снимем, разберем. Стартер снимем. Здесь все почистим. Короче, ваза. Погнали. Тут на 13. Вот эти 13 и вот эти 13. Я думаю, что развязка близко, потому что здесь уже настолько все ржавое. Ну, не сказать, что это прям что-то сильно криминально. Но если вот здесь есть ржавчина, то, скорее всего, и внутри она тоже есть. Я вот не знаю. Сейчас думаю, на не столе, а на полу, короче. Опробую плюс-минус. Вот втягивающее. Питание на втягивающее. Вот поставленный плюс, идущий на обмотку. Сщеточный узел. Ну, запускаем, проверяем. Если нет, скрываем, досмотрим. Я не думаю, что мы эту запчасть найдем прям очень быстро, где-то рядом. Ну, или только ремонт, конечно же, в специализированном сервисе. Ну, проверим сами. Импровизированный стенд. Смотрите. Минус. Аккумулятор заряжен, нормальный. Искреть, ну, нихуя. Один раз дернулось, кстати. Теперь проверим. Братан. Так, это в сторону. Эту хуйню, конечно, надо как-то достать. Кошников не было, чтобы нормально снять. Короче, да, вот я даже касаюсь самой обмотки, а она вообще никак не реагирует. Не знаю, я бы, конечно, перебрал его, но учитывая, что в чете вряд ли мы найдем на него, я думаю, его проще отдать в специализированный сервис, где, может быть, запчасть подберут. Ну, короче, и сделают полностью все, и соберут, поставят, проверят. Принесем, ставим, да проверяем. Я думаю, так будет правильнее. Смотрите, у него, получается, за стартером стоит датчик колена. Вот он. Фишку бы снять, надо тоже посмотреть его состояние. Так, видно маховик. Вроде бы, зубья все на месте. Датчик детонации, вот он раз. Вот она, катушка. Одна сторона. Вот другая сторона, катушка у него. Вон, вторая катушка. Короче, свечи меняются, у него будь здоров. Отвезли стартер в два сервиса, или в три сервиса. Короче, нигде не взялись, сказали, запчастей не будет, скорее всего, когда пока будем разбирать, что-то там сомается. В итоге, короче, никто не взялся делать, все отказались. И что, ну, по сути, я стартера, генераторы ремонтировал, на старой работе у меня там был стенд проверочный, снимали, разбирали, что только с ними не делал. Ну, когда запчасти под рукой есть, есть стенд под рукой, само собой, можно и ремонтом заняться. Ну, стенды сейчас нету, но, по крайней мере, нам стенд для стартера-то не нужен, просто плюс-минус до крокодилов, до обычный аккумулятор. Я стартер уже разобрал, теперь проверяем. Так, смотрите. Сейчас камеру протру, что-то... Во. Во, тогда лучше. Видно, что магнитные пластины в ржавчине. А взялись они откуда? Скорее всего, они взялись вот отсюда, смотрите. Ну, тут уже заржавело просто. Вот, заржавело. Я даже кручу, якорь кручу, а зацепа никакого нету. Щетки просто даже не вылазят, они как будто в ржавели там. Ну, сейчас поближе. Сейчас разберем, крышку вот этого дерну, и будет лучше видно. Вот теперь смотрим. Вот я достал якорь, щетки даже не выпрыгнули. То есть, понимаете, они настолько ржавели, что они должны были сейчас, по идее, выскочить. И, ну, сами знаете, ремонтируют. Они обычно выскакивают вот сюда, потом вставляешь и как-то одеваешь. Но тут они даже вон не зафиксировались. Не выскакивают. Якорь вот в таком состоянии. Ну, якорь можно почистить, можно восстановить. Иголочкой все красиво. Так что, смотрите, я что сделаю. Скорее всего, я забрызгаю обычным жидким ключом. Оставлю, ну, возможно, на ночь. Попробую аккуратно выдавить. Почистить. Короче, придумаю, что-нибудь я сделаю. Я думаю, что если восстановим цепь, вот именно по обмотке самой, я втягивающее реле отдельно проверю. Просто вот корпус минус. Плюсы, как полагается. И если он что-нибудь нам скажет. Потому что он не вклинивший. Он нормально ходит. На крайний случай, конечно, да, можно вот так вот по краю развальцевать его. Снять верхнюю крышку. И там вот будут пятаки. Если они подгорели, ну, что-то можно придумать. Ну, мало ли. Ладно. Это пока на второй план пойдет. А это пойдет на первый план. Я, конечно, охренел от этих специалистов. Я не хочу, наверное, что-то плохо говорить про кого-то. Но вот если даже стартер меня забрали, как можно понять, что с ним случилось? Вот, типа, запчастей нет. А какие запчасти? Втягиваешь, потому что и живое. Тут по факту вон, шеточный узел надо выкинуть. Ну, или же почистить, попробовать что-то сделать. Ну, я не знаю. Видимо, просто не хотели браться и все. Я понимаю, что Chevrolet Corvette, на него стартер найти, запчасть найти. Это не вот так вот в нынешнее время. Но, тем не менее, можно было бы попытаться. Тем более, специализированный сервис, скорее всего, запчастей было бы побогаче. И опыта у них побольше. Ну, если не хотят, значит, не хотят. Будут делать сам. Ребята, я уже, смотрите, короче, я побрызгал вчера, на вечер оставил обычным жидким ключом, вот таким. Ну, особого эффекта оно не дало, но потом с утра я побрызгал вот этим вот. Вот этим, минут 10 подождал, потом начинаю смывать, оттирать. Щетки, смотрите, уже примерненько чуть почистил, достал. Вот эти достал, они вот в таком состоянии. Видите, ну, еще есть, я думаю, можно счистить вот это. Здесь тоже подшкурить ровненько. Здесь также сделать ровно. Единственное, вот эта вот щетка, одна щетка, вот эта вот не достается. Она там перержавела, там прикипела. Я пытаюсь ее потихонечку, чтобы она полностью мне там не сдохла, но пока не снимается. Я жидким ключом заливаю, лезвием по бокам вычищаю. Вот так вот подлазью, вычищаю, по чуть-чуть, по чуть, чтобы она как-то вышла. По сути, из того, что осталось, это вот здесь вот почистить тоже немного. Ну, щеточкой пройти, обычной щеткой. Тут я тоже почистил, иголкой прошелся, вдоль, чуть поперек. Здесь есть места, если вот видите, где как раз таки было замыкание, когда он примерно уже замкнул и встал. Вот они вот. Ну, не знаю, попробую тоже кто-то еще почистить, подровнять чуть-чуть. Если, конечно, блядь, получится, я был бы очень рад. Здесь вот почистим. Втягивающее реле пока не проверял, но сейчас до него дойду тоже. Пока работает жидкий ключ, проверю втягивающее. Я включил прям все. Так, я, короче, не буду подключать его выводом, прям на аккумулятор, проверю просто мультиметром. Так, показываю, как проверять. Как обычно это делаю я. Смотрите, плюс, который идет у нас постоянный с АКБ, раз, и минус, который идет с самой обмотки, ну, с якоря, короче. Смотрите, получается, как я проверяю. Вот я, беру обычный вот шуб, и вот проверяю. Питание есть, но точнее звонится, значит, обмотка живая. Это так, значит, коротыша нету. Делаем следующее. Замыкаем просто вот эти два контакта между собой. Сейчас я их зафиксирую. Типа вот так вот зафиксирую. Так вот зафиксирую. И вот нажимаю. То есть тягивающее реле, обмотка живая. То есть должно, по идее, все работать. После ремонта вот этого, я еще не достал эту долбаную щетку, но я ее достану. После ремонта я думаю, что все заработает, все будет офигенно. Вот примерно так это должно выглядеть. Сейчас вот подвижные щетки. Ну, понятно, что, ну, щетки, насколько мог, настолько я поточил. Но это, блядь, лучше, чем было в любом случае. Так, смазка. Сейчас смазываем такие вот элементы все. Собираем на место. Собираем на место и проверяем. Короче, смотрите, собрал. Минус, плюс. Аккумулятор немножко подсевший, но нам хватит. Проверяем. Втягивающий. Работает. Теперь обмотку. Отдельно. Работает, но шумит. И немножко дымит. Я думаю, из-за того, что щетки подгорали, сам якорь, контактное кольцо, тоже подгорело. Скорее всего, небольшой, как КЗ, нагрузка, он создается, и в итоге на себя он берет. Но я думаю, что нам хватит завести. Какое-то время автомобиль поездит. Я думаю, закажем запчасти, может быть, стартер закажем. Ну, доставка долгая, месяца два-три. Но я думаю, что-нибудь найдем по-любому. Ребята, я не знаю, конечно, может быть, есть другие проблемы, какие-то еще, помимо там стартера, мотора, то все, но... Стартуем, попробуем. Мало ли, может быть, так повезет-то, а? Погнали. Там нормально все? Дымка никакого нету? Завелась. Нет, только их спадом. А? Только их спадом. Не-не, снизу там, где сам стартер, там ничего так, ничего не было. Боюсь просто, что мало ли, может, там где-то стартер-то все-таки, ну... Я не вижу. Просто видели якорь, ну, все равно это КЗ, как ни крути, но момент запуска, он вроде как, знаете, ну, вот на... От стартера, когда я на полу проверял, вроде нормально. Дымок был, но такой, знаете, он... Ну, короче, я переживал просто, беспокоился. Так, все, работает. Газует. Дай мне немножко поработать автомобилю, чтобы аккумулятор зарядился, потому что аккумулятор слабенький, я его два дня заряжал, и все равно сейчас пришлось немножко прикуривать, чтобы он схватил его. Корвет, пацаны, корвет, смотрите, лайкайте, подписывайтесь на канал. Я выкладывал шоц про Chevrolet Corvette, про вскрытие аварийное. Мне там в комментарии таких хуев, конечно, понакидали. Ребят, я тоже на корвете не катаюсь. Там был комментарий о том, что парень пишет, типа, да мы каждый второй на корвете в России ездят. Да я тоже на корвете-то не езжу, нет у меня корвета, я обычно субарист. Но то, что я делаю, я делюсь с вами опытом, я показываю, что эти автомобили так же ремонтируются, как и остальные другие. И какие-то нюансы. Во-первых, мой канал интересен людям, которые занимаются таким же диагностикой и ремонтом. Остальные, ну, как чисто мужское дело, там, автомобили и все прочее, общая страсть. Поэтому вам ничего не стоит поставить лайк, подписаться, написать комментарий. Для вас это ничего не стоит, а для меня это помощь каналу. Поэтому, пацаны, все, кто понимает и поддерживает мое дело, я просто рад приветствовать. Блять, фонарик забыл, там лежит, светит. Вон там, внизу, да, он на раме лежит, он снизу, там горячего ничего нету, пацаны пока лежит. На нем бы еще прокатиться, тест-драйв сделать. Хотя, вроде бы, чеков нету, ни на что не жалуются. Ну, тест-драйв, может быть, можно было и сделать. Мотор работает, буквально, не знаю, минут 10, может быть. Я уже слышу неисправность, слышу, где-то сосет воздух. Ну, я даже, уже, в принципе, нашел, где сосет. Вот, смотрите. Что-то, шланг, слышу подсос. Говорит, как типа вот здесь. Я спросил, будем что-то делать дополнительно, они говорят, нет. Все, завели, моем, типа отдаем. Я говорю, точно, сгорят точно. Хорошо, точно. Пацаны, все, на этом можно подытожить. Если ролик вам залетел, понравился, вы знаете, что делать. Подписка, комментарии, лайки, это все строго приветствуется. Поэтому, пацаны, давайте, берегите себя, увидимся в следующих моих роликах. Не пропадайте. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok